Христе Божий Это человек, который даже после своей кончины привлекает множество почитателей, духовных детей и просто православных верующих. Он широко известен за рубежом, в Англии, в Канаде, Австрии, Америке, Германии и других странах. Христе Божий Заца Санцона, другого нашего батюшки, много сейчас написано из воспоминаний всякой литературы и много сказано и так устно передано. О нем знают не только в Москве, но и других городах во всей нашей России. Поэтому не случайно, особенно в этом году, но ведь ангелы в его памяти собралось очень много на колопище, как всегда, в каждом году собирается. Это не случайно такое. Идут к нему на могилку и просят его святых молитв. Как один из таких наших последних проповедников сказал, что на пустую могилку никто не пойдет. Значит, люди что-то здесь получают и удовлетворяют с теми запросами. Если так, для этого все вспоминания такие написаны, есть тоже в книгах людей, которые, значит, именно уже после загробной ее жизни получают милость Божия, благодать Божия или удовлетворение тех запросов, с которыми люди обращаются. 10 июля 1898 года, в день преподобного Сампсона-странноприимца, в Санкт-Петербурге, в семье высокого сановника и военного, графа Эспера Александровича Сиверса, родился сын Эдуард. Древний род Сиверсов берет свое начало из Дании. Переехав в Россию, предки будущего старца Сампсона верой и правдой служили своей новой родине. Занимали видные должности в государстве российском. Был среди них и министр иностранных дел, и академик живописи, и герой Отечественной войны 1812 года, имя которого выбито на памятной доске храма Христа Спасителя, и даже декабрист. Мать Анны Васильевна – англичанка. Высокообразованный, одаренный человек. Окончила консерваторию в Лондоне. Позднее давала уроки музыки великому Шаляпину. Болею судьбы Анна Васильевна тоже оказалась в России. Служила гувернанткой у богатого псковского купца. Но однажды в Петербурге, на балу, встретилась с молодым красавцем, графом Сиверсом. И навсегда осталась в этом городе. Их дом находился на Маховой. Анна Васильевна имела обыкновение каждое утро читать Евангелие. И таким образом с детства вселила в сына потребность в молитве. Эдуард получил образование в специальной иностранной школе. Он свободно владел немецким, французским, английским языками. Самостоятельно изучил греческий, латынь и даже древнееврейский. Перед ним открывалась блестящая карьера отпрыска аристократической семьи, сына советника и друга императора Николая II. Но судьба распорядилась иначе. В гостином дворе, в церковной лавке букиниста Тозова, гимназист Эдуард, экономя деньги на завтраках, втайне от родителей покупал книги духовного содержания. Он знакомился с множеством вероисповеданий. Уже тогда у мальчика зрело решение изучить православную веру и стать монахом. Впоследствии он пришел к выводу, что православие есть единственная истина на земле. И вот в Петергофе, в православной церкви святого целителя Пантелеймона, втайне от родителей, 19-летний студент военно-медицинской академии Эдуард Сиверс, был миропомазан и наречен Сергием в честь преподобного Сергия Радонежского. Так началось его становление в вере Христовой. И тут случилось чудо. Ему вдруг стал понятен церковно-славянский язык молитв, неведомой доселе. Появилась мечта приобщиться к монашеской жизни. Вскоре такая возможность представилась. Он случайно встретился на Маховой с двумя монахами. В тот же вечер с ними отправился в Псков. Когда-то в этот город приехала юная англичанка, его мать. Могла ли она подумать, что ее сын окажется здесь, чтобы стать послушником в русском монастыре? На пути Господни неисповедимы. Будущий монах сошел на станции Торошина, что в двадцати верстах от Пскова. Так он оказался в древней Крыпецкой и Анно-Богословской мужской обители. В этом древнем, еще времен Иоанна Грозного монастыре, и началось для Сергия настоящее открытие православной Руси. Он несет послушание, работает и на кухне, и на дворе. Пасет монастырское стадо, скрываясь от непогоды, в ветхой избушке. Но главное здесь для него – работа внутренняя, проникновение в самую суть монашеской жизни, изучение чуда божественной литургии. В обители святого Саввы послушник Сергий был пострижен в рисофор с именем Александра в честь благоверного князя Александра Невского. В 1919 году прямо в монастыре инока Александра арестовали чекисты, ошибочно приняв его за великого князя Владимира Иверского. В Торошино работал Красный трибунал. Бесконечные допросы и через 22 дня приговор – расстрелять. Здесь же, за складами, как правило ночью, приговоры приводились в исполнение. Впоследствии батюшка вспоминал – «Мне совершенно не было страшно. Я был не один. Кто-то был со мной». Разрывная пуля попала в правую руку, раздробив плечо. Ночью послушники монастыря вытащили батюшку из груда мертвецов. Он оказался жив. Переодев его в солдатскую шинель, той же ночью сели в случайный поезд на Петроград и отвезли его к матери. В передвижном военном госпитале, который разместился в Тихонском монастыре, иноку Александру была сделана уникальная по тому времени операция по имплантации донорской кости предплечья. Всего ему было сделано 8 операций. Рука была спасена. Спустя многие годы старец Самсон скажет – «Левая рука у меня рабочая, правая – только литургисающая». В Тихонском монастыре произошла знаменательная встреча с епископом Тихонским Алексием Семанским, будущим святейшим патриархом Алексием. Александр становится и подьяконом владыки. В 1921 году владыка Алексей направляет его в Петроград, в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру. Еще 15-летним юношей, побывав в Лавре, он был потрясен ее красотой и великолепием. В Лавре и подьякон Александр исполнял много послушаний. 25 марта 1922 года он был пострижен в монашескую мантию с именем Симеона в честь святого Симеона-богоприимца, а через три года рукоположен в Иеродиаконе. Сбылась заветная мечта батюшки. Александра-Невская Лавра положила основание его будущему старчеству. Во время болезни в Лавру к нему приходила мать. «Меду для тебя выменила, Эдди, я ночи не спала, сын». Материнские слова звучали тихо, она говорила по-английски. «А может, ты прав, Господь с теми, кто страдает, так ведь у русских». В это смутное для страны время, на духовное наставление к 24-летнему отцу Симеону в Лавру приходило много выдающихся людей. Среди них президент Академии наук Александр Карпинский и лауреат Нобелевской премии Академик Павлов. Несмотря на молодость, батюшка пользовался большим уважением. 1928 год. Год закрытия Лавры. Год массовых арестов священнослужителей. Отец Симеон вспоминает, что за три часа до его ареста ему во сне явился преподобный Серафим Саровский. Он входит ко мне в белом балахончике и читает надо мной молитву всемилостивую, и я ощущаю на лице его слезы. «Всемилостивая владычица моя, Пресвятая госпожа, всепречистая дева, Богородица Мария, Мать Божия, Несумненная и единственная моя надежда, Не гнушайся меня, не отвергай меня, Не остави меня, не отступи от меня. Заступись, попроси, услыши, Виждь госпожа, помози, Прости, прости, Пречистая». Эта молитва прошла через всю его жизнь, А затем Творец. «Всемилостивая владычица моя, Соловецкий лагерь Соловецкий лагерь С 1934 года его освободили, разрешив проживать в Борисоглебске. Там он некоторое время жил под надзором властей. После убийства Кирова вновь поднялась волна репрессий. Стали арестовывать монахов, священников. Батюшку арестовали и погнали по этапу, пересылая из лагеря в лагерь на Дальний Восток, где он работал фельдшером, потом врачом. Там он узнал о начале войны. С 1944 года стали досрочно освобождать священнослужителей, но тюремное начальство не хотело отпускать хорошего врача. Не хватало специалистов. И отец Симеон решился на побег. Готовился долго. Собрал мешок сухарей, 10 пар тапочек и, наконец, двинулся в путь. Бывший граф Сиверс, бывший заключенный без документов, без денег, как в древности странникам побрел по Руси. 11 тысяч километров пешком через Сибирь, Среднюю Азию. Тонул в Ферганском канале. И только там от местных жителей узнал о победе над Германией. Затем Пенза, знакомый уже Борисоглебск. Я приехала из Борисоглебска, Воронежской области, где у нас отец Самсон, например, много лет пребывал. Я его узнала с 1964 года, когда он постригал наших матушек. Я с детства в церкви, псаломщица, монахинь Сергия. И когда матушке ему сказали, я пришла к нему, что пришла вот девочка к нам. Он сказал, ну, это пришла монахиня. Она будет монахиней. Сразу он меня благословил. И с 1964 года я его знаю. Он приезжал к нам несколько раз. Там его духовные чады были. Очень великий человек. Из Борисоглебска он переезжает в Ставрополь. Там митрополит Антоний дал батюшке приход в большой казацкой станице Кагульте. Храм святителя Николая Чудотворца. Слух о иеромонахе Симеоне прошел далеко по Кавказу. Его огненные проповеди буквально оживляли прихожан. Молодежь вместо того, чтобы идти в клуб, потянулась в церковь. Местная власть решила арестовать батюшку прямо в храме. Благочестивый прихожанин Филипп Толокнев подготовил побег отца Симеона. Пригнал к храму лошадь с телегой, на которой была огромная бочка для воды. Туда спрятал батюшку и вывез его. Тогда владыка Антоний сказал, что оставаться в этом приходе батюшке опасно. Надо уезжать. На поезде отправился в Баку, но не доехал. Его арестовали, как американского шпиона. Чекисты думали, что борода и усы у него приклеены. Они дергали батюшку за волосы, затем бросили в камеру. В камере было много мышей. Он кормил их с рук. Отсидел в одиночке целый год. Из тюрьмы выпустили без документов. Потом скитание по Мордовии. Службы в храмах в Розаевке, в селах Перхляй, Спаское, Макаровка. Когда батюшка служил в селе Макаровка по Царанскому, о нем быстро прошел слух. Все говорили, в Макаровке появился необыкновенный священник. У отца Симеона было особое умение принимать исповедь, вызывая людей на откровенность. Например, батюшка так отзывался о своем духовном сыне, известном окулисте, академике Филатове. Этот человек – глыба ума. В церквях, где довелось служить отцу Симеону, царили запустения и разруха. С помощью прихожан он по мере сил приводил приходы в порядок. Его служение в Мордовии способствовало духовному возрождению края. Множились ряды его духовных чад. В церковь потянулись молодые люди, искавшие совета и духовных наставлений. Особо батюшка обличал праздность человеческую. Говорил о тяжких смертных грехах, о грубости, гордости. Проповедовал любовь к людям, любовь к Богу. Шел 1957 год. Батюшка волею судьбы оказался в Астрахани. Архиепископ Сергий Ларин направил иеромонаха Симеона на место второго священника в Казанский собор Сталинграда. Сталинград медленно поднимался из тяжелой военной разрухи. К духовному окормлению прихожан и приступил отец Симеон. Это был очень высокообразованный человек, носящий графский титул. И, наверное, буквально каким-то чудом уцелевший в страшные времена гонений на веру и церковь. Не забудем, что отец батюшки, генерал царской армии, затем комдив Красной армии. Его двоюродный брат, комдив Рудольф Федорович Сиверс, был убит при защите царицына и похоронен в Ленинграде на Марсовом поле. С приходом отца Симеона прихожане буквально заполняли храм. К нему на исповедь шло много людей. Они душой чувствовали, что получают большое облегчение. Батюшка имел особый дар видеть забытые грехи и умела напоминать их исповедникам, чтобы те в них каялись. Отец Симеон так описывал свое служение в тот период. «Моя работа очень живая, энергичная, все время над людьми учительная, на молитве и над книгой очень занят, до изнеможения. За день исповедую до 1400 человек, и их же причащаю. Работа над проповедями меня очень занимает». В Сталинграде он получил весточку от подруги матери. Из письма узнал, что Анна Васильевна последние годы преподавала в Институте иностранных языков. Ей довелось пережить все тяготы блокадного Ленинграда. Она умерла 15 января 1942 года от пневмонии. Перед смертью Анна Васильевна попросила разыскать ее сына. Это известие потрясло отца Симеона, хотя он давно молился о матери, как о умершей. За год службы в Сталинграде он всколыхнул религиозную жизнь города. Верующим нужны были не просто треба исполнители, а священники, которые бы своим служением подавали пример христианской жизни, призывали к покаянию. Отец Симеон умел это делать, в этом ему не было равных. Его проповеди привлекали сюда тысячи прихожан. По отчетам оперуполномоченных, по делам религии в нашей области, сюда приходили просто тысячи верующих, в том числе и молодежь, дети. То есть власти, конечно, это очень воспринимали негативно и всячески пытались его отсюда убрать. Разгорелась зависть, начали писать жалобы в Астрахань владыке. И вот уполномоченные вместе с владыкой смастерили бумагу, дали батюшке 24 часа на сборы, и чтобы духу его не было. Он не случайно обратил на себя внимание властей, которые осмотрели в деятельности отца Симеона замаскированную хлыстовщину. Чиновники требовали немедленного перевода неугодного иеромонаха из города в другое место. Отца Симеона вывели из храма и с таким звоном, с таким криком, с такой ненавистью сажают его в машину. Мы все в слезах, нам кричат, что вы плачете, что это такое, и смеются над нами. А мы в слезы не знаем, как спасти батюшку. Господи, помоги ему спастись. А он нам рукой помахал на прощание и сказал, молитесь, не отступайте ни на шаг от Господа. Господь всегда вас спасет и сохранит. Стараниями уполномоченного совета по делам религии отец Симеон был сослан в Псково-Печерский Успенский монастырь с запрещением в течение 15 лет в священнослужении. Что может быть тяжелее для священника, чем запрет на пастырское служение? Но духовное поведение, смирение, незлобивость старца расположили к нему всех – и мирян, и монахов, и владыку Иоанна. Мне здесь келью и послушание дали, сторож при саде, – вспоминал отец Симеон. До восьми вечера я стерег яблоневый сад. Этот сад был, как райский. Здесь я понял, какой я счастливый человек, что знаю молитвы и могу молиться. Затем владыка снял все запреты. Батюшка начал служить, исповедовать, совершать молебны. Его яркие проповеди буквально ошеломляли всех слушающих. Послушать его приезжали из Питера, из Москвы. Наступила хрущевская оттепель. Для религии, для церкви она обернулась лютой стужей. Сносились храмы, закрывались духовные семинарии, изгонялись из обителей пастырей. Их пытались уничтожить и морально, с помощью наветов и клеветы. Все это не миновало отца Симеона. Пытаясь закрыть Псково-Печерский монастырь, власти направили удар именно на него. Филетоны в прессе, оговор. И самое печальное, что к этой травле присоединились некоторые братья. Гроза разразилась, когда появилась психически больная женщина, некто Кухарева. По ее доносу, духовных чад батюшки стали вызывать в милицию. Отец Симеон вынужден был оправдываться. В рапорте он писал, «По наущению этих нечестных и презренных людей, до сих пор не знающих себе покоя, названы несколько лиц, якобы имевших какое-то личное отношение ко мне, этим нарушивших святость моего монашества, которым я себя добровольно и сознательно связал в 1922 году, 12 марта. У батюшки отобрали монашескую одежду, сожгли ее за воротами обители. Монастырь пришлось покинуть». Его приютил духовный сын, отец Виктор. В его доме батюшка прожил некоторое время, ожидая окончания следствия. Дождавшись полного оправдания, он поехал в Москву к патриарху Алексию. Святейший снял все запреты. По его распоряжению, отца Симеона вновь облачили в монашескую одежду. В 1967 году иеромонах Симеон сподобился принять высший ангельский чин. Был пострижен в великую схему с именем Сампсон. С этим именем он и останется до конца дней своих. Батюшка не мог не служить. Живя в Москве и находясь за штатом, он все равно искал возможность служения Господу. По благословению патриарха Алексея, отцу Сампсону разрешено было устроение домовой церкви в честь покрова Божией Матери. В течение последних 12 лет старец каждое лето проводил в поселке Малаховка под Москвой. В этой комнате он любил отдыхать. Здесь он поправлял свое здоровье, встречался с духовными детьми, исповедовал их. В память о его пребывании в этом месте построена маленькая часовинка. А в зимние месяцы батюшка иногда служил в Богоявленском соборе в Елохове и в храме Илья Обыденного вместе с патриархом Пименом. 24 августа 1979 года в 16 часов 20 минут и расхимонах Сампсон почувствовал себя плохо. Отец Александр причастил батюшку. Тот попросил постригальный крест и зажженную свечу. Отец Александр стал читать канон на исход души. На третьей песне отец Сампсон легко вздохнул и отошел ко Господу. Облачили к погребению монахи-насельники Троицы Серкиевой Лавры. Отпевали батюшку в церкви святителя Николая в Кузнецкой Слободе, прихожанином которой он был. Всю свою, так сказать, духовную жизнь в себе и в чадах он старался строить на покаянии, увидеть грех, и потом сокрушаться в грехе, потом очиститься от греха и возненавидеть грех, чтобы его больше не повторять. А в отношении, что, так сказать, всяких таких разномыслей и тех, и тех, и других, на это его был крест. Он как при жизни был, и так и когда он скончался, поэтому, так сказать, и сейчас. Но это еще говорит не только об отрицательном понятии, что вот, если куда-то что-то другое говорят, по нему противоположно, это говорит о том, что этот человек живет в сердце людей. Только, он как бы стучится, но только восприятие у каждого разное. Сейчас вот эти спорные вопросы в отношении его кадонизации, там наши синодальные комиссии, там всякие замедления прочее. Это тоже неудивительно, потому что на это счет есть, так сказать, ну, по-нашему, это есть на все это воля Божия святая. Да, если Богу угодно, прежде всего, то это все просто разрешаться. Мы знаем много примеров, которые также, когда кадонизировали такие святые угодные, как вот, например, Терафима Саровского, Филарета Московского, спорные вопросы еще, неясности какие-то, они были и будут, но само все время, время это и есть лучший рецепт, который решит все эти вопросы. Все эти годы, после кончины отца Самсона, у Мадилы не иссякает поток почитателей и духовных чад. Когда я стала взрослой и пришла к Исковеди, к нему, то после этой Исковеди вся моя жизнь повернулась на 180 градусов. Как бы он настолько вырвал все мое внутренности, перевернул все меня, и как бы своими словами, проповедями выяснил, что есть в жизни, как ее надо прожить. И благодаря именно старцу Самсона мы живем новой жизнью. Поток людей, находящих утешение у Мадилки Батюшки, бесконечен. Что же завещал нам старец Иеросхимонах Самсон, этот знаменитый человек XX века, оставивший особый след в истории Русской Церкви? Он говорил, что нет большего счастья, чем быть православным. Высшего блага, высшей награды человек не имеет. Любовь к Богу, любовь к людям даст и праведность, и благочестие. Перед своей кончиной Батюшка говорил, мы стоим на пороге интереснейшего времени. Оказалось, что он был прав. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok